И почему ты еще не на стримах ЛЕ Плей? Вот. Ладно, погнали. Короче, KingDM. Тайны GTA 5, которые раскрыли игроки. Кстати говоря, опять видос про GTA 5. И учитывая, что мы у KingDM, когда смотрим такие видосы, там постоянно обычно что-то интересное, то есть чего мы не знаем. На удивление, бля, вот сколько уже этого делали, и все равно что-то новенькое. Я обожаю... Так что давайте посмотрим. Я обожаю вши за теории. А еще я люблю GTA 5. Поэтому у меня гениальная идея на 300 IQ. Я собрал все странные теории игроков про GTA 5. И да, среди них есть ужасные гениальные... То есть он фанфики собрал. Так, и что? Они странные и даже грустные, но я люблю теории. Теория первая. Тревор Филлипс Гей. Я сам офигел от этого. И нет, не из-за того, что Тревор носит платье. Все началось с вирусного тиктока, где Франклин и Тревор вели очень странный разговор, который набрал 15 лямов просмотров. И большинство комментов люди такие... Да, это было очевидно. А кто-то этого не знал? Автор видео, что в танке жил? По порядку. Иногда, переключая на Тревора, может попасться вот эта странная катсцена. Знаете, мне нравится вот этот вот эффект, когда челы, посмотрев видео, только это узнали. И потом написали комментарий, сделав видео, что знали это всегда. Ну, потому что, типа, то, что они услышали, достаточно логичное, и им кажется, что как бы вот они это и так знали. Это, кстати, как-то этот синдром как-то называется. У него название есть. Короче, это такая штука в мозгу, когда ты не знаешь какой-то по своей структуре простой вещи, по логике там. Она может логически быть простая по структуре. Ну, неважно. То есть, достаточно, в принципе, явная, простая, но по каким-то причинам ты ее не знал, либо не заметил. И потом ты, услышав это, сразу делаешь вывод, как бы, что, блядь, ну да, ну да, типа, это и так понятно. Хотя, на самом деле, до этого момента, пока ты не услышал это, тебе это понятно не было, и ты на самом деле не обладал этой информацией. Вот эта хрня, как-то, у нее какое-то название есть. Нет, не дебилизм. Не-не-не-не, у нее, у нее там, короче, ладно, похуй. Ты выглядишь такой умиротворенный, когда спишь. Но главный пруф, это разговор Франклина и Тревора. Вам нужно, играя за Франклина, позвать на встречу Майкла и Тревора. После чего опнуть три звезды розыска, а потом выключить розыск. То мы получим следующий разговор. Бэнк-бэнк, играем в правда или действие. У кого есть вопросы для дяди Ти? Франк. Я вот все думал, как бы спросить-то, ну, ну, это, ты, получается, гей? Нет, точнее, да. Какая разница? Это ярлыки, бро. Ты хочешь, чтобы я был геем? Слушай, я хочу, чтобы ты был счастлив, и чтобы не чувствовал себя лишним. Это хорошо, потому что это то, кем я являюсь, и то, что делает меня счастливым. Слушайте, я не хочу в такое верить. Ну. Ну, тут непонятно на самом деле. И да, и нет. Теория весьма правдоподобная. Ну, по факту да, она и вправду правдоподобная. Ну, типа, база, так сказать, под этой теорией есть достаточно весомая. Соглашусь. Прикольно, кстати. Теория вторая. Покрышки в океане. Это отсылка на проект Help. Буквально год назад один из разрабов на реддите подтвердил, что да, это оно самое. На этой локации на очень большой глубине можно найти старые колеса. И изначально у игроков была теория, что, мол, Разрабам из Рокстар была лень делать дну океана, поэтому они понаставили рандомный тур. Но это не про Рокстар. В 75-м году, чтобы избавиться от свалки старых колес, ученые придумали, как им тогда казалось, гениальную мысль. А именно, связать вместе несколько колес металлическими тросами и закинуть их в океан. Чтобы искусственно создать риф, дабы исчезающие виды рыбок ставили в них икру. Было выкинуто более двух миллионов колес, но случилось кое-что ужасное. Спустя шесть месяцев тросы порвались. Как неожиданно, да? И течение с огромной скоростью начало тащить колеса в океан. Вот это жесть. Ну, уничтожая всё. И рифы, и кораллы, и рыб. А в 95-м году из-за урагана 40 тысяч колес было выброшено на побережье. И начиная с 2007 года и по сей день дайверы пытаются очистить океанское дно. Но ущерб сумасшедший. Жестяк, кстати. Я не знал вот о такой штуке у них. Прикольно, кстати, что они такую отсылку добавили. Теория третья. Менеджер из первой миссии узнал Тревора. Музыку. И происходит вот этот момент. Документы. Хорошо. Ну-ка. Хорошо. Все в порядке. Честно говоря, выглядит... Ну, на самом деле, я думаю, как будто бы эта задержка в том, когда он сматривался, она связана не с тем, что он его узнал, а с тем, чтобы просто накалить обстановку в самой сцене игровой. Ну, она достаточно клиширована, эта сцена. Вы наверняка могли увидеть кучу фильма, когда толпа чуваков проходит куда-то под прикрытием, их там останавливают, такой, эй, вы кто? Чел такой говорит, да, мы вот здесь работаем, как бы, разносим пищу, должны проехать на третий этаж, нас вызвали, вот крабов несем. И вот такой смотрит на них, такой, такой, понятно, а ты какой-то странный на третьего, или еще какую-нибудь хуйню кидает. Ну, то есть, как будто бы намекает, что сейчас пиздец произойдет, и их запали, что он, типа, с этими, ладно, а вот еще один из этих челов, который с ними проходит, внезапно что-то ему не нравится. Ну, это вообще клишированная ситуация. И здесь, как будто бы, суть такая же, и попытка накалить немного обстановку. Плюс, по мне, он не сильно похож, ну, то есть, как бы, он похож на по прическе и так далее, но внешне он выглядит, ну, вообще, по-другому. Вот, давайте даже посмотрим, где сравнение. Ну, блядь, вот, особенно, если не бегло смотреть, просто разница, сколько лет. Честно говоря, вообще не похоже. Во-первых, уши у этого более прижатые все же. Это чуть более лопоухий. Он еще, конечно, посидел, прическа, да, на самом деле, даже прическа-то не похожа. Ну, короче, странно, типа, если... То есть, как бы, ну, непонятно, то есть, здесь может быть какой-то большой срок, я просто не помню уже. Может быть, там, не знаю, 20 лет прошло, блядь, условно говоря, да, 25 лет. Там, чел постарел, немножко поменялся, но... В целом, честно говоря, я бы не сказал, что он сильно похож на него. Действительно очень... Честно говоря, выглядит и звучит очень реалистично. Плюс можно привести аргумент, что у Тревора в руках оружие, и менеджер просто испугался, зная, что это преступник. Так что, да, я в это верю. Блин, от этих теорий... Вот эта теория мне не зашла, нет. Мне нужно чуток отдохнуть. Вот сейчас попрошу внимательнее из английских слов, но это гениально. Все вы знаете вот про эту фотографию на горе Чилиад. И англоязычные игроки выдвинули вот такую теорию. По теории, эти три рисунка олицетворяют игроков. То есть, Майкла, Франклина и Тревора. Начнем с Майкла. На английском инопланетянин будет Alien. Но тут нужно применить игру слов. А отдалиться будет Alienate. Это буквально описание жизни Майкла. Он отдалился от семьи ради денег. Второе сломанное яйцо. На английском это будет Cracket Egg. Но на сленге есть другое значение, как Crack the Code. Которое означает найти выходы сложной ситуации. А как мы помним, Франклин так и нашел выходы сложной жизни. И выбрался из гетто, и стал обеспеченным человеком. И Jetpack имеется в виду пилот. А у Тревора много миссий, связанных с самолетом. И в одной из миссий он даже говорил о том, что хочет стать пилотом. И плюс в баре Yellowjack есть фото, где он сидит в самолете. Майкл и Тревор были знакомы с самого начала игры. Поэтому тут линия, которая соединяет только их двоих. Далее эти 5 иксов, которые... Прикольно, кстати. ...олицетворяют все критерии, чтобы пройти игру на 100%. И причина, по которой только линия Франклина идет в верх кинопланетному кораблю. А у Майкла и Тревора его нет. Это потому, что только у Франклина нету сценария, где он погибает. И если вы подниметесь на самый верх горы Челяд на смотровую площадку, то тут есть надпись. Приходи сюда, когда закончишь весь сюжет. А под площадкой можно увидеть тот же символ, что и на фото. Блин, как круто, что они все это сделали, Рокстар. И если прийти сюда в конце игры, придерживаясь вот этим критериям, то перед вами появится НЛО. Нескорю. Есть ощущение натягивания совы на глобус. Но, надо признать, теория достаточно креативная. Блин, офигенно, да? Теория пятая. Механик Джонни – это гениальный план Рокстар. В 2014 году в GTA Online вы могли позвонить автомеханику Джонни, чтобы тот доставил вашу машину. Однако с этим механиком явно было что-то не так. Во-первых, чудило через раз специально ломал вашу машину. Ударялся об столбы, топил машину и был крайне агрессивным. А если рядом с вами была драка, он просто уезжал. И не отвечал на звонки. А иногда он без причины нападал на игроков. И бывало, что ломал машину ногами. Да, в GTA Online есть NPC. Но не такие же чокнутые. И у игроков было подозрение, что что-то тут нечисто. Но Рокстар вряд ли бы прописали такого агрессивного NPC. И в тот момент, когда игроки начали обсуждать эту странность, Рокстар вырезали его из игры с обновлением 1.10. Но теория крайне интересная. У игроков такое ощущение сложилось, что Рокстар специально сделали такого персонажа. Дабы он портил транспорт игроков, чтобы игроки донатили больше в игру. Чтобы покупать новый транспорт. И ведь с обновлением Morse Mutual уже стоил 1000 баксов за восстановление испорченного транспорта. Да и потом, это умно. Ведь в любой момент можно сказать, что это баг. Специально это было сделано или нет, увы, 100% пруфов ни у кого нет. Но вот в 2022 году Рокстар сделали очень прикольную отсылку в обновлении Лос-Анто Стюнер. Джонни Механик появляется в кат-сцене и чуть было не переехал главного героя. А еще его номер по сей день есть в игре. Но услуги уже не работают. Теория 6. ФБР все время следила за Майклом. Это, как по мне, одна из лучших теорий. В миссии, где Майкл ловит Аманду за изменой и пытается поймать тренера по теннису, тренер убегает и Майкл с Франклином пытаются того поймать. И садятся в белый пикап, на котором написана строительная компания Мигель Олсен. И изначально кажется, ну, это всего лишь деталь. Однако, Рокстар ничего не делает просто так. В миссии Трое, после того, как вы похищаете мистера Кей, когда вы прилетаете на место, агенты ФБР сажают его в фургон с точно такой же надписью. Но и это не все. В миссии ограбления ювелирки есть вот этот охранник, с которым очень странная тема. Тип, сзади него грабят ювелирку, а он что-то спокойно стоит, объясняет. Этот охранник, это тот же самый агент ФБР, который загружал мистера Кей в фургон. Это вообще как? И теория в том, что за Майклом всю игру наблюдала ФБР, а он этого даже не понимал. Огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, мои шизотеории вам понравились. А подписывайтесь на канал, потому что у нас скоро будет 3 миллиона. Всем огромное спасибо. И пока. Обычные текстуры Кейппиши. Я обожаю шизотеории. Слушайте, но у меня такое ощущение, что в контексте Рокстар это не просто совпадение. Рокстар это ребята, которые безумно скрупулезны на детали. Они наполняют мир столькой херней, которая вообще... Игроки ее там не находят в течение хрен знает скольких лет. Там игра вышла уже, уже не знаю когда. И до сих пор иногда что-то находят там под текстурами, от текстурами. Там еще что-то связано и так далее. То есть у Рокстар вот этот момент, та же самая моделька, в любой другой игре, да, какая-нибудь там стандартный пул моделик. Ну подумаешь NPC с такой же рожей. Но в GTA 5 Рокстар это, конечно, может быть и так, но маловероятно. Скорее всего в этом есть смысл, да, что вот тот чел, который был полицейским, он скорее всего и вправду на самом деле был агент на ФБР. В общем, блядь, просто БАУ! Очень интересное видео, блин, KingDame круто делают. Вот KingDame отличный пример того, как из вот обоссанной, обсосанной уже игры, уже передроченной всеми, уже об, не знаю, ну уже кто что только не сказал, кто что только не находил. Ну уже, ну все, ну знаете, уже по сути, ну мертвая она на контент, именно вот в плане поиска каких-то вещей. Но ему все равно удается скомпилировать какие-то вот факты, какие-то нюансы и все равно прикольно посмотреть, и ты какие-то вещи не знаешь. Ну вот, вот прям вот, когда у него включаешь подобные видосы, ты знаешь, что это будет не повторение того же самого раз за разом. Так что кайф.